Сегодня два комитета законодательного собрания, аграрные и бюджетные, на совместном заседании обсудили последние изменения в областной бюджет уходящего года. Готовы ли они завтра поддержать законопроект на пленарном заседании? В нашем материале. Основное недополучение доходов прогнозируется по налогу на прибыль организаций. Причина снижения налоговой базы по обособленным подразделениям более чем на 25%. Значительная сумма выпадающих доходов складывается по уплате акцизов на нефтепродукты. Здесь проблема в изменении структуры облагаемого оборота по дистопливу, а также уменьшении объемов реализации бензина и моторных масел. Невыполнение доходов также ожидается по акцизам на алкогольную продукцию и по налогу на имущество организаций. Ожидаемый прирост по другим налоговым платежам и неналоговым доходам закрывает лишь незначительную часть выпадающих доходов. И вот исходя из сложившейся ситуации по исполнению областного бюджета, в целом предлагается объем доходов уменьшить на 529,3 миллиона рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов предлагается уменьшить на 957,9 миллионов рублей уже с учетом объема сокращаемых расходов и возможного предельного размера дефицита. Из-за сложного бюджета уменьшается средство фонда содействия реформированию ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, а также на капитальный ремонт многоквартирных домов. Это связано с очень жесткими требованиями к предприятиям ЖКХ, продиктованными федеральным законом. Это связано с тем, что там не могут участвовать предприятия коммунального сервиса, которые являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями и имеющие просроченную кредиторскую задолженность. На сегодня вы знаете, что у нас предприятия ЖКХ в основном на 70% убыточные, естественно имеют просроченную кредиторскую задолженность, могут участвовать предприятия, которые вновь созданы. С учетом всех поправок члены комитетов решили рекомендовать проект закона об изменениях в бюджет к принятию в двух чтениях. Обсудили народные избранники и изменения в законы о межбюджетных отношениях и о бюджетном процессе в Кировской области, который вносится в связи со вступлением в силу изменений в бюджетный кодекс. В частности, исполнительная власть будет обязана каждые 6 лет составлять бюджетные прогнозы на 12 и более лет, а для муниципальных образований будет установлен единый норматив отчислений по НДФЛ. Решит ли это проблемы муниципалитетов? Любой год, 13-й, 14-й, вот здесь в поселении 800 тысяч бюджет, 800 тысяч оставить. Если они в 2014 году заработали 100 тысяч дополнительных, так не обрезать у них эти 100 тысяч на будущий год, а оставить также 800 тысяч бюджет и от этого, значит, плясать. Вы понимаете, отчисление нормативов, установление постоянных, это палка о двух концах. В связи с чем? Поскольку у нас сельские поселения, у них как раз очень такой уровень различий в экономическом положении. Вот где есть сельхозпредприятие, там действительно доходы получают. Но у нас есть поселение, где, знаете, может от силы всего два бюджетных учреждения, кто наполняет эту базу, и передавая им нормативы, не передавая у них доходность, просто не увеличится. Принять законопроекты в окончательном чтении такова будет завтра рекомендация комитетов. Михаил Конышев, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.